Привет, товарищи, с вами Варчик. В этом видео я вам хочу рассказать свои мысли про очередной патч в игре World of Tanks. Перед каждым патчем у нас происходит что? Общий тест. Перед общими тестами там еще бывают всякие тесты на песочнице, тесты каких-то там супер тестеров, шместеров, клейстеров. Это классно. Столько тестов ни в одной игре нету. Как же быстро в других играх происходят патчи, как же быстро все тестируется, все понятно, все очевидно, игра правится намного быстрее. И как же медленно в игре World of Tanks происходят все эти тесты. По месяцу там что-то тестируют, какую-то там собирают информацию, какие-то там всякие непонятные статистики, циферки у танчика совают туда-сюда. Да, прикольно, они там выпускают более-менее сбалансированные танки. Казалось бы, нет, все равно не сбалансированные танки. Иногда выходит полный, унылый, неинтересный танк. Иногда выходит и средний сбалансированный танк, но иногда и сверх имба. Так что же происходит? Получается, целый месяц времени потрачен в никуда, чтобы потом опять собирать статистику по танку два месяца и после этого опять его изменять. Я, честно говоря, не пойму. Люди, которые смотрят в эту статистику, они вообще, типа, как бы туда набирают людей со зрением. Вообще со зрением или вообще без зрения? Не говоря уже о качестве этого зрения, потому что каждый патч выходит чуть ли не пустой, в нем ничего нет практически. Там чуть-чуть камешек подвинули, бугорочек пересунули, домик развернули, полтора танка добавили и у одного танчика циферку покрутили. И все. И это тестировалось целый месяц. А перед этим месяцем, еще два месяца собиралась статистика на этот танк. И такое ощущение, что сложно просто взять и прокатиться пару боев на этом танке и понять, что, блин, какая нафиг статистика. Ты вот сел на танк, ты понимаешь, что на танке что-то, ну не очень. Ну не очень или очень. Неужели это сложно и не очевидно, непонятно. Ну короче, какая-то, нет, ненормальная какая-то ситуация. Вообще ненормальная. И потом еще какие-то видео на Муразора канале на ютубчике выходят, где он полчаса рассказывает про статистику. Все так хорошо, правильно, все рассказал, все хорошо. Но только ты заходишь на сайт со статистикой танков и понимаешь, что нету баланса. Его нет, просто его нет. Есть танки, у которых процент побед 55. Да, можно сказать, что некоторые из этих танков за ГК, некоторые там туда, некоторые сюда. Но есть обычные танки, прокачиваемые, у которых процент побед просто 47, 48. На всех серверах, на российских, на американских, на европейских. Просто 47, 48. Они везде плохие. И они прокачиваемые. То есть, они не выдаются там сверх супергероям глобальной карты, которые там 50 лет батрачили в этой шахте. Просто нет. Они прокачиваемые. Люди их прокачиваются, они просто отстойные. А есть танки, которые только что перебалансили, они хорошие. А есть, которые уже плесенью покрылись. Есть премтанки, которые просто отстой. Просто отстойные. Они просто говняные. Даже не потому, что они непопулярные. Да, они, наверное, и не популярные из-за того, что они просто конченые. Просто никакие. Премтанк, за который разработчики получают деньги просто от кусок кусков. И он не один. Их пару штук, которые вообще никакие. А есть премтанк, который хайпанутый и только что вышел. Он сверх хороший, классный, офигенный. Настолько, что нужно на итальянский танк, прокачиваемый некоторым игрокам, тест в игре предложить пройти. Потому что разработчики переживают, что некоторые игроки считают прокачиваемый итальянский средний танк 8 уровня хуже, чем премиумный. Это ж заденет репутацию премтанка. Какой ужас. А есть такие куски засохшие. Вообще не влияют на какой-либо премтанк по популярности. И никак не задевают ничью репутацию из премтанков. Вообще на них просто все равно. На них так сильно забили, что просто жесть. И после этого всего кажется, что разработчики, они вообще не работают. Или у них прям задача стоит работать медленно. Может они и специально набирают самых медленных работников. Куда спешить? Я не знаю, зачем спешить. Такое ощущение, что игра растягивается на 900 тысяч триллионов лет. Чтобы наши потомки потом еще играли в World of Tanks. Я уже чувствую, что через десяток лет выйдет игра. Обновленная. Патч 2.0. World of Tanks 4К. Обновленные текстурки. Те же самые карты. И еще больше премтанков с пасованными циферками туда-сюда. Если вы хотите, чтобы я сделал видео, как я на сайте смотрю статистику божественных танков, у которых процент побед в таком днище и урон и в Н8, что просто капец. Пишите в комментариях, посидим, поразбираемся. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok